Ольга Борисовна регулярно оплачивает квитанции за коммунальные услуги. Поэтому долг в очередной жировке от Севастополя-Энерго ее крайне удивил. Вызывает недоумение долг на 1 января 2015 года, так как в течение года я оплатила по всем квитанциям ежемесячно и звонила неоднократно в расчетный центр, пытаясь узнать, доходят ли мои платежи. Мне говорили, что долга у меня нет. Сумма долга у Ольги Борисовны – месячная оплата. Непонятно, долг обрасывался и у Валерия Ивановича. Нет задолженности на 1 января. А в квитанции пишут задолженность на 1 января. Я не заплатил ту сумму, которую я заплатил – 282 рубля. В начале 2015 года бывшее коммунальное предприятие Севастопольского городского совета Севтеплоэнерго перерегистрировалось в государственное унитарное предприятие. В январе абоненты получили квитанции от новой структуры, где их долги перед старой указаны не были. Мы счета выставляли населению без задолженности на 1 января 2015 года. Население оплатило в январе за декабрь месяц. Эта оплата прошла авансом в счет февраля. Оплатили. В феврале получили с минусом квитанции. С минусом и с нулевыми остатками. В апреле правительство Севастополя издало распоряжение, по которому новое юридическое лицо Севастопольэнерго стало правоприемником задолженности коммунального предприятия. И теперь в квитанциях появилась сумма за декабрь, а также за все другие неоплаченные месяцы или годы. Для того, чтобы человек разобрался в своих начислениях и оплатах, у него должны быть оставаться все корешки и квитанции. Для этого у нас есть расчетный центр. Для этого работает на нашем сайте личный кабинет, где каждый по номеру своего лицевого счета и по фамилии ответственного квартиросъемщика может зайти и посмотреть все свои начисления, все свои оплаты, начиная с января 2015 года. Квитанции с указанием задолженности получили в городе многие. У расчетного центра Севтеплэнерго ажиотаж. Люди несколько часов стоят здесь с самого утра. Кто-то для того, чтобы разобраться со счетами, кто-то для того, чтобы просто по ним заплатить. К обеду терпение на пределе. Три часа стоим, да, с утра. Нет, мы стоим для чего? Потому что всем выставили счета, которые мы уже оплатили. Мы их оплатили за декабрь, январь, а все равно нам прислали вот сейчас. Написали долг. Оплатить. Не надо нам сверку делать. Оплатить. И стоим уже сколько? Это же кашу марку. Как организовали работу? Почему начальник не выйдет, видит столько народа, не объяснит народу? Мы работали, отработали по 50 лет, и теперь мы должны в такой очереди стоять. Зачем нам надо? Меня его сюда поставить. Здесь мы униженные стоим. Я вот кандидат наук. У меня есть ученики. Я известная, не будущее хвастаюсь, мои труды за рубежом. А здесь я обязана стоять в такой очереди, чтобы оплатить квартиру. Мы до этого справлялись спокойно, не с такими очередями. Просто человек, получив счет и увидев сумму долга, он же не задался вопросом, почему он два месяца не платил. Там у него стояла переплата. Администрация предприятия приняла решение, предоставим распечатку лицевого счета каждому потребителю. И он там спокойненько в домашних условиях разберется, должен он либо не должен. Информацию о состоянии своего счета также можно получить по телефону расчетного центра предприятия. 40, 42, 71, 44, 04, 59. При этом администрация «Севастополь Энерго» опровергает слухи по поводу того, что предприятие таким образом хочет разбросать на всех долги населения за тепло, накопленные в целом. Я хочу заверить людей всех, всех потребителей, всех жителей Севастополя, о том, что никто чужих долгов платить не будет. Долги каждый платит только свои. То есть, если данные услуги на данную сумму оказаны для данного жителя по данной квартире, вот эту сумму надо будет заплатить. В тексте распоряжения правительства указана сумма задолженности населения города, пересев теплоэнерго за теплую и горячую воду по состоянию на 1 марта. Почти 200 миллионов рублей. Ирина Саркисова, Павел Красиков, Севинформбюро.